Дорогие друзья, я всех приветствую в канадском магазине Hudson Bay. Это самый большой канадский универмаг, который был создан в 1800, не помню в каком году. Я обязательно проверю и напишу на видео. В общем, старейший канадский универмаг, у него целая большая история. Начиналось все с компания Hudson Bay, с экспорта меха и шкурок в Европу, из Канады. Поскольку здесь много и в больших количествах, поэтому охотники в Канаде всегда имелись в достаточных количествах. И вот компания Hudson Bay была создана для экспорта меховых изделий, кожаных изделий в Европу, из Канады. Сейчас это огромнейший универмаг, которым продается все-все-все. Ну вот я стою сейчас в отделе сумок. Я вам показываю сумки. Это сумки компании Coach. Это американская компания. Не канадская. Они довольно небюджетные. Вот как вы видите, цены 412 долларов, например, вот за такую вот сумочку. Она, конечно же, кожаная. И очень удобная, и очень хорошая сумка. Это очень популярные в Канаде сумки американские. Их, в принципе, довольно так хорошо раскупают, несмотря на их цены. Есть несколько аутлитов в Канаде. Вот 550 долларов вот за такую вот сумочку, например, да. Есть несколько аутлитов в Канаде, в Онтарио, где продаются эти сумки. Они там немножко подешевле. Там сумки, допустим, с прошлого, позапрошлого сезона. Но вот здесь, в принципе, в этом внивермаге они тоже есть. И их тоже покупают. Здесь есть разные, не только вот эти компании. В смысле, какая малюсенькая, прям малюсенькая сумочка за каких-то всего лишь... Чуть у меня телефон не фокусируется. Да что ж такое? В общем, короче, она стоит 240 долларов. Канадских и 195 американских. Кстати, вот я хочу вам показать разницу. Вы видите, разницу в канадских и американских деньгах. Просто доллар. Это 195. Это американские. А канадский C1 написано. Это 240. На мой телефон отказывается со мной сотрудничать. Кстати, вот еще хотел показать. Вот, например, вот такая сумка. С разноцветными полосами. Это сделано специально для этого универмага Hudson Bay. Потому что вот эти четыре полоски разноцветные, это является их визитной карточкой. Все изделия вот с такими вот полосками. Это изделие, визитная карточка вот этого универмага Hudson Bay. И эта фирма Coach сделала специальную сумку для этого универмага. Я прошу прощения, я немного ошиблась. Компания Hudson Bay была организована в 1672 году в Англии, на самом деле. А потом они уже переехали в Канаду через какое-то время. И вот на этих вот фотографиях это такие типичные продукции, которые сделаны специально для этого магазина, в которой вот именно вот с этими вот полосками их. Это может быть одежда, одеяло, посуда, товар для дома и так далее. А это уже сумки Марк Джейкоб. И они, они вот эти малюсенькие сумочки Марк Джейкоб продаются за 430 долларов. Вот такие вот маленькие. Они из разных цветов. Есть такие побольше. Все так валяется, в беспорядке. Я вам хочу сказать, что у нас сейчас 525. У нас сейчас, а вот смотрите, какая интересная, тоже симпатичная. У нас сейчас неделя после праздничная, после рождественская. И начинаются скидки, самые большие скидки начинаются вот после рождества. И народ покупает все, как бы изо всех сил усиленно, не жалея живота своего, что называется. Это называется Boxing Day у нас. Это такой канадский Black Friday. И поэтому народу очень много. И все просто в немомерных количествах все скупается. Есть большие скидки распродажи. Ну вот здесь не особенно. Это, кстати, компания Kate Spade. Это тоже американская компания. Там довольно грустная история с дизайнером. Я, по-моему, уже где-то рассказываю на своем канале. Очень красивые вещи. Очень такие цветные, яркие, веселые. Такие, знаете, нестандартные. Но она как бы не очень дешевая. И основательность этой компании, которая вот по ее имени названа компанией Kate Spade. В общем, с ней переключилась очень грустная история. Давайте я не буду рассказывать в такие праздничные дни об этом. Вот. Ну вот эти сумки тоже очень популярны в Канаде. А я начала говорить, почему такой у нас беспорядок. Потому что народ просто, народу очень много. Все все скупают. И поэтому продавцы даже не успевают навести порядок в середине. А, это Ребека Минков. Это Kate Spade. В общем, короче, продавцы не успевают навести порядок в магазине. Потому что народ просто, вот, народу очень много снимать очень тяжело. Но я постараюсь. Я вам пытаюсь снять панораму магазина, чтобы вы понимали, что мы находимся в лесу, в дебрях из вещей. Здесь такое количество одежды, вешалок и вещей, что найти что-то вообще совершенно невозможно. Это свитера, платья. В общем, и видите, везде вот написано 50% скидка с regular price. Это как бы с той цены, которая была заявлена на этикетке. До 60% скидка. В общем, здесь вообще, короче, какой-то вот совершенно шевакханалия из одежды. Опять же, повторюсь, наводить порядок продавцы не успевают. Потому что здесь просто, ну, просто очень много людей. Вот, пожалуйста, Calvin Klein, 50% скидка. Boxing Week Sale. Вот это называется Boxing Week. Когда-то это начиналось, был Boxing Day, а сейчас это уже превратилось в Boxing Week. То есть, всю неделю идут невероятные распродажи, которые, по-моему, плавно перетекают в Boxing Months. То есть, по-моему, это все превращается в месячник уже распродаж. И вот я здесь брожу и пытаюсь найти что-нибудь красивое, интересное. Для вас померить просто для того, чтобы развлечь, подбодрить, придать какого-то веселого настроения и немножко развлечь своих зрителей. Потому что покупать я ничего на самом деле не буду. У меня всего очень много. Но примерки, контент примерок, это такой контент, в общем-то, развлекательный. Очень многие девочки любят это смотреть. И я как бы тоже люблю это делать и люблю это снимать. И сама люблю смотреть. Вот какой-то симпатичный светорочек с косами. Может, мы сейчас его возьмем. Короче, все, набираю и иду в примерочную. Просто хотела вам показать, какое количество всего. Потому что мне тут где-то написали, что у нас пустые магазины и Канада под санкциями. Ну, я не знаю. Может, это как бы одежда не для всех вкусов. Кому-то это не нравится. Кто-то скажет, что это все старомодное и так далее. Но сказать, что у нас мало одежды, это и что у нас пустые магазины. Я бы сказала немножко, ну, как это сказать, немножко перебор. Я вам только покажу, чтобы вы понимали, это очередь примерочную. То есть, столько здесь людей, чтобы примерочную нужно стоять в очереди. Этого никогда здесь не бывало. Ну, вот такие дни настали, послепраздничные, которые мы... Вот так вот народ радостно кинулся все покупать. Ну, что ж, друзья мои, привет из примерочной. Нам очень повезло. У нас большая, вот такая вот большая, прибольшая примерочная. Вот такая вот большая, прибольшая. Я очень рада, выставив очередь в примерочную, что мне попало вот такое вот удобное, хорошее, светлое, примерочное. Ну, все, давайте примерять. На мне, кстати, свитер из «ЧНМ», купленный много лет назад. Он очень красивый. Я его очень люблю. Ношу много лет. Он не скатался, не свернулся. Ничего с ним не произошло. Потрясающая вот эта вся натуральная вышивка. Я его купила долларов за 20 на распродаже. И это было, может быть, год 3-4 назад. 5 даже. В общем, давно. И, как видите, он прекрасно носится, не вышел из строя. И радует меня до сих пор своей красивой, прекрасной вышивкой. Ну, давайте посмотрим, что я принесла. Я принесла разные, разноцветные свитера. Красивые разных компаний. Инк – это американская компания. Здесь у меня есть Кельвин Кляйн, Карл Лагерфельд, Хадсон – это наша вот эта вот Хадсонская. Хадсон – это компания этого универмака, в котором я нахожусь. Ну вот, давайте будем применять. Что сказать? Что происходит с размерами? Это размер экстра-ларч. Или это я такая большая стала, или это вещи делают такие маленькие. Знаете, эту шутку про калории? Что калории – это такие злые гномы, которые приходят по ночам и ушивают всю нашу одежду. Вот это вот то, что со мной происходит. Я из medium-small переползла в large-extra-large. При этом, как бы, они мне уж не так уж и велики. Но, вообще, он какой-то коротенький. Это компания Ink, ну, INC. Американская компания. Все полиэстер. Все равно, не знаю, сейчас посмотрю. Но, в общем, свитерок симпатичный. Очень красивая расцветка. Очень мне нравится вот такой вот рукав, что он сделан резинкой, а свитер гладкий. Он немножко такой пушистый. Красивый такой воротник. Но этот воротник не очень удобен для... Сверху, если надевать верхнюю одежду, то это не совсем удобно. Так, видите? Extra-large. Компания называется вот так. INC. International Clothing. Это американская компания. Все делается в Китае, конечно же. Стоит он сейчас на сейле 41 долг, 199. Ну, это, знаете, вот эти вот компании наших универмагов, американских и канадских, которые продаются за довольно дорогие деньги. Потом, в принципе, это все люди покупают на сейле. Никто не покупает эти вещи за полную цену. Ну, может, кто-то и покупает, но я таких не знаю. Но свитерок симпатичный. Расцветка такая приятная. Красивая. Так, следующий свитер – это Кемвин Кляйн. Всем он известный и любимый. Тоже large. Вот этот немножко подлиннее. Хорошая расцветка. Базовый такой хороший свитер. Все синтетика. Но он тоненький такой. И очень симпатичный. Мне он очень нравится. Вот так с джинсами, с брючками, с какими-то, знаете, без всяких фокусов и притязаний. Но при этом очень симпатичная расцветка. И такая, знаете, базовая, в общем-то, полосочка. Полоски – это базовая расцветка. Но очень приятный свитерок. Полоски не совпадают. На спине они вообще другие. Вот так. Вот вам и Кемвин Кляйн. Так, это Larch. Стоит он 109 долларов. Ну, на них сейчас, по-моему, 50% ссыл. Даже если не приклеена здесь вот этикетка дополнительная. Просто на вешалке написано, что это 50% скидка. И вот он стоит долларов 50 чем-то. 55 примерно. Нет, почти 60. Хороший свитерок. Симпатичный. Так, смотрите. Этот мне прям нравится свитер. Он такой красивый. Очень интересная и красивая расцветка. Очень яркая. Но мне нравится. Вот с джинсами, например, шикарно. И длина хорошая, и ширина хорошая. Рукав такой красивый. Видите, он вот так вот манжет внизу. И он получается такой немножко с напуском. И здесь такой немножко фонарик. Красивый свитерок. Прямо мне очень нравится. Хорошая расцветка такая. Яркий, но интересный. Здесь еще вязка такая, какая-то косичка. Это Карл Могерфельд. Никогда не могу выговорить нормально его фамилию, имя. Но дело в том, что это не дорогая линейка. Здесь, в принципе, продается дешевая линейка Карла. Потому что Карл, в принципе, довольно дорогие вещи. А это так, знаете. В общем-то, для обычных людей, которые не могут себе позволить дорогого Карла. Здесь такой Карл не очень дорогой. Но симпатичный. Так, это тоже размер large. И стоил он тоже 109. Сейчас он стоит 42. Видите, написано final sale. То есть, если вы его купите, вы не можете его вернуть. Потому что это больше 60% скидка. И это уже как бы считается невозвратная вещь. То есть, если вы покупаете, надо хорошенечко-хорошенечко примерять, думать и рассматривать. Потому что опции такой, что вы принесете домой, подумайте и сможете вернуть. У вас здесь не будет. Но, в принципе, он 40 за доллары. Это не так уж и много. И он очень симпатичный. У меня очень много свитеров. Поэтому я не думаю, что я вообще буду что-то покупать. Но как опция, в принципе, 40 за доллары. Очень хороший свитер. Так, это тоже свитерок от Карла. И он очень миленький. Коротенький. Такой, знаете, как кардиганчик. Вот такой вот симпатичный, интересный рукав. Очень интересная вязка. Такая букли. 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 Ну, наверное, лучше его носить с какой-то юбкой. Потому что с джинсами я люблю, чтобы свитер был такой вот примерно. Вот такой короткий. Мне как-то... Я как-то не очень себя ловко чувствую. Вот. И он очень симпатичный. Хороший цвет. Хорошая такая вязка. Меланжик такой. Пулочки красивые. Вот. Но он, по-моему, подороже. Он довольно дорогой. Не знаю почему. Красивый рукав такой сделанный. Пасонный. Вот. Сейчас посмотрим, сколько он стоит и что к чему. Тоже размер Large. Стоил он 150-182. Дорого. Но это не Final Sale. Видите? Потому что всего 45% распродажа. Меньше 60. Поэтому вы можете его вернуть, если вы передумаете. Вот такой вот интересный. Интересное качество трикотажа. Симпатичные пуговички. Но дороговато. 80 долларов, конечно, не стоит он. Вот этот свитер мне тоже нравится. Он такой базовый. Базовый цвет. Базовый фасон. Мог бы немножко подлиннее. Вот мне немножко не хватает длины во всех этих свитерах. Они такие... Ну, в принципе, нормально. У него такие сзади он немножко длиннее. И такие разрезы в боках. Что удобно. И удобно то, что он сзади подлиннее и прикрывает. То, что нужно прикрыть. Это размер медиум, по-моему. Я сейчас проверю. Но вот он такой, знаете, базовый свитер зимний, связанный косами. Вот такой свитер, как вот должен быть зимний свитер. Не трендовый, не модный, не фасонный. Не такой, не элегантный. А, в общем, обычный такой свитер с джинсами носить зимой. Классный. Мне он очень нравится. Очень. Посмотрим, сколько он стоит. И что почем. Так, это компания Hudson. Hudson North. Я не знаю, есть ли он имеет какое-то отношение к этому универмагу. Потому что универмаг называется Hudson Bay. Может быть, это просто совпадение. Потому что это просто такое вот довольно популярное название в Северной Америке. Значит, он тоже не дешевый. Стоил 125. 35% скидка на него. 82 доллара он стоит. Вот. Ну, в общем, для полиэстро, я бы сказала, дороговато. Но здесь такие цены. Это не дешевый магазин. В нем, в принципе, продаются вещи довольно... Цены довольно высокие. Я очень редко здесь что-то покупаю. Только если очень большие скидки. Потому что, как вы видите, цены такие, что можно найти на селе, на распродаже. Вещи подобного качества. Это намного дешевле у нас было. Смотрите, какая интересная вещь. Но это, в общем-то, даже не свитер. А я бы сказала, какая-то верхняя такая накидка. Мне нужно было надеть, наверное, мой свитер вниз. Потому что здесь такие большие дырки. И так вы ходить не можете. Потому что, если у вас там ничего внизу нету, то, во-первых, вам будет холодно. А во-вторых, у вас там все будет видно. То есть, это надевается на какой-то свитер, или рубашку, или какую-то кофточку, или какую-то блузу, значит. И вот так вот сверху, как можно сказать, даже просто как верхняя даже одежда, не как свитер. Потому что, в принципе, даже на него надеть сверху что-то, например, пальто, невозможно практически. Но вещь интересная. Мне очень она понравилась, вот эта вот идея. Мне напомнила она то, что у меня дома есть похожий кейп, который я забыла носить. Только он тоже такой, с прорезями для рукавов, но там дырки намного меньше, по-моему. Ну, все равно его надо носить как верхняя одежда. Мне нравится этот цвет, что это, в принципе, такой цвет, что его можно носить абсолютно с любой блузой вниз. Опять же, тоже хорошо с джинсами, и совсем хорошо. Мне нравится он тем, что он интересный. Я немножко боюсь с ним двигаться, потому что, когда я шевелюсь, то в этих прорезях видно моё пузо. Поэтому я не очень хочу, чтобы его видели. Поэтому подойду поближе. Ну, в общем, вы поняли идею. Такое вот высокое горло. Интересная вещь, но она и не дешевая. На неё, по-моему, сейчас нет никакой скидки. Что странно, потому что эта вещь, может быть, это уже новая коллекция на весну. Потому что, в принципе, она даже такая, если рассматривать её как верхнюю, то это скорее даже на осень, на весну, а не на зиму. Может быть, это уже новая весенняя коллекция. Но, в принципе, вещь очень симпатичная и очень интересная. Так, давайте посмотрим. Какая-то компания Элла. Элла. Ну, конечно, китайская. И стоит он 100 долларов, где он 109. Это ларчик-староларчик, возможно. Вот так. Ну, интересная такая вещица. Необычная. Не везде может такую купить, не везде встретить. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такие у нас сегодня были коротенькие примерки. Особенно несколько свитеров, просто для развлечения вас. И, наверное, с наступившим уже Новым годом. Не знаю, когда это видео пойдёт у меня в эфир. Наверное, уже после Нового года. И всех поздравляю с наступившим Новым годом. Ещё раз желаю вам всего самого-самого наилучшего в этом году. Надеюсь, что он будет для всех удачный. Хороший год для всех. Будем очень на это надеяться. И всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-пай.